Добрый день, участники мероприятия. Хочу отметить, что государство последние несколько лет очень пристальное внимание уделяет развитию кооперации и рассматривает кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы как логическое продолжение деятельности фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств. Прежде всего, объединение сельхозтоваропроизводителей позволяет решать вопросы по финансированию дальнейшей деятельности, по организации сбыта, по обеспечению каких-то производственных процессов членов кооператива, как то заготовка кормов, обработка сельхозугодий, иные какие-то вопросы. На текущий момент в Ростовской области господдержка, которая оказывается кооперативом, она делится на несколько направлений. С первого года жизни кооператив может претендовать на получение областных средств. Это областная поддержка, возмещение две трети затрат на авансовые текущие лизинговые платежи. В части возмещения средства направляются на технологическое торговое холодильное оборудование, связанное с переработкой заготовки сельхозпродукции. Кроме того, на оборудование для обработки и внесения навоза, переработка биологических отходов, животного происхождения, отходов растеневодства, животноводства, переработка сельхозцерия в целях приготовления кормов для животных. На текущий год лимит средств составляет 14,5 миллионов рублей. Возмещаются затраты, которые несет кооператив в течение 36 месяцев с датой заключения договора лизинга. Возмещение происходит поквартально. Соответственно, первоначально, когда кооперативам были внесены авансовые платежи по договору лизинга, кооператива обращается в министерство, сдает пакет документов и возмещается две трети авансового платежа. Потом поквартально те текущие платежи, которые кооперативам платятся, тоже пакеты документов предоставляются в министерство и происходит возмещение. Кроме того, в рамках этой поддержки есть еще из областного бюджета субсидия на возмещение затрат на организацию электрогазоводоснабжения. Под возмещение попадают соответствующие оборудования для электрогазоводоснабжения, а также по подключению этого оборудования. В рамках федерального проекта акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, это федпроект, который входит в состав национального проекта малое и среднее предпринимательство, предоставляется кооперативам пять направлений поддержки, возмещается 50% затрат на закупку имущества в целях последующей передачи этого имущества членам кооператива. Сюда попадает, в эти направления попадает сельхозживотные, рыбопосадочный материал, оборудование для производства сельхозпродукции, сельхозинвентарь, специнвентарь, мини-теплицы и посадочный материал для многолетних насаждений. Максимальная сумма на один кооператив 3 миллиона. Есть ограничения в одни руки одному члену кооператива не более 30%. То есть, если проще сказать, что то оборудование, то имущество, которое будет закуплено кооперативом для передачи членам, должно быть передано не менее чем четырем членам кооператива. Условно, если молочное животноводство взять, то это могут быть 4 танка охладителя, которые четырем членам будут переданы. Следующее направление созвучно с предыдущим. Возмещение затрат в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом. Также возмещается 50%. Максимальная сумма на один кооператив 10 миллионов. И также в одни руки члену кооператива может быть передано до 30% общего субсидированного имущества. При этом возраст КРС не может превышать 2 года. Следующее направление – возмещение части затрат с последующим внесением в неделимый фонд кооператива в целях оказания услуг членам кооператива. Здесь попадает, в это имущество попадает сельхозтехника, прицепное навесное оборудование. Другими словами, несмотря на то, что сельскохозяйственные потребительские кооперативы не являются производителями сельхозпродукции, они могут оказывать услуги членам кооператива по обработке сельхозугодий, по услуге по внесению удобрений, выполнению иных каких-то сельхозработ. Максимальная сумма на один кооператив 10 миллионов рублей, также 50% возмещается, и возраст техники с даты производства не может превышать 3 лет. Еще одно направление, которое у нас не сразу было оценено кооперативным сообществом, но в последнее время набирает все большую популярность. Это возмещение затрат на закупку сельхозпродукции у членов кооператива. Возмещается от 10 до 15% затрат, при этом кооперативу дополнительные какие-то траты нести не требуется. То есть, по сути дела, кооператив ведет свою текущую производственную деятельность, закупает продукцию, сельхозпродукцию у членов кооператива с целью последующей сбыта этой продукции, и при этом имеет дополнительное возмещение за счет господдержки от 10 до 15%. Этот процент варьируется в зависимости от того, какую выручку по итогам квартала показывает кооператив от реализации указанной продукции. Ну и пятое направление – это тоже возмещение затрат за приобретенные в лизинг объекты для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки и реализации сельхозпродукции. В текущем году у нас в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами внесены изменения по получателям поддержки гранта на развитие материально-технической базы. Если в предыдущие годы эта поддержка предоставлялась кооперативам, которые уже просуществовали более 12 месяцев, то есть они наработали какой-то опыт и только после этого можно было взять этот грант, то начиная с 2024 года появилась категория получателей – это начинающие кооперативы, те, которые образовались менее 12 месяцев назад, значит, возмещается не более 10 миллионов рублей, процент гранта составляет 40 процентов – это средства гранта, 40 процентов – это собственные средства. Особенность грантовой поддержки в том, что в начале проходит конкурс на получение гранта, кооператив получает одобрение, заключает соглашение на получение гранта и только после этого начинает производить траты. Как правило, грантовая поддержка направлена на более масштабные инвестиции, связанные с расширением производства и по направлениям расходования средств сюда входит это приобретение, строительство, капремонт, реконструкция и модернизация производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке и убою сельхозпродукции, а также пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и дикорастущих пищевых ресурсов, а также приобретение и монтаж оборудования для данных производственных объектов. Начиная со второго года, кооператив может претендовать на аналогичный грант, но сумма гранта уже возрастает с 10 миллионов до 70. Скажу, как бы по текущему году, по грантовой поддержке суммы уже распределены. В марте у нас состоялся конкурс и те лимиты, которые были выделены, они уже освоены. Что касается поддержек, возмещения 50% затрат в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», то здесь лимит на текущий год составляет 40 миллионов, почти 40 миллионов. И ближайшее объявление отбора на получение данных средств состоится конец мая, начало июня. Поэтому все заинтересованы кооперативы, просьба заранее подготовиться и подготовить пакеты документов. Спасибо. Спасибо. Сергей Викторович, конечно, как только аппаратисты создаются, люди хотят работать эффективно, интенсивно, и они обращаются в племенные хозяйства, чтобы получить качественное, высокопродуктивное поголовье. Но вот прошел слух, что субсидии на содержание племенного поголовья больше не будет. Я понимаю, что ваша геосексенция немного в другом направлении, но, может быть, вы ответите на этот вопрос? Будет субсидия именно так? Вы знаете, затруднюсь, наверное, все-таки ответить, потому что, да, действительно, этот вопрос обсуждался, но итог не смогу сказать. То количество кооперативов, которые у нас в области есть, прям стоит большая очередь. В отличие от тех же грантов «Агростартап», где действительно большая конкуренция по получению этой поддержки. Суммы небольшие, но действительно они распределяются в рамках федеральной поддержки и распределяются на все регионы. По прошлому году этой суммы тоже было 40 миллионов в рамках нацпроекта. Этой суммы хватило на удовлетворение потребностей кооператива вплоть до ноября месяца. По текущему году мы надеемся, что интерес будет больше. Соответственно, это позволит нам на последующие годы у федерации запрашивать большие суммы. То есть, в зависимости от того, какой интерес будет у кооперативов на получение поддержек, исходя из этого мы и будем просить у федерации большее деньги. Первые годы выделяло 70 миллионов на открытие кооператива. Почему? Не на открытие, а на советскую сумму, которую выделяли? Выделялось на грантовую поддержку. Действительно, доходилось 70 и выше даже миллионов по грантовой поддержке. Но в текущем году федерация по грантовой поддержке нам ограничила только 20 миллионов предоставили. Мне кажется, вы слабо сражаетесь за наши возможности в Министерство сельского хозяйства. Алексей Вячеславович, мы очень женицейко с кооперативом. Ну а что можно сделать за эту сумму? Вы даже по голове не приобретете? Этого недостаточно. Дело в том, что кооператив по голове приобретать не может. Потребность, как я говорил, что кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут заниматься переработкой, хранением, сбыта сельхозпродукции. Что касается приобретения по голове, как раз таки здесь гранты агростартап, семейные фермы, там суммы, конечно же, больше. Спасибо. Кооперативы в мясном направлении, доля какая в Ростовской области? Такое впечатление, что есть у вас больше всего. Ну, я бы не сказал, если считать по, скажем так, по мясному направлению, именно по стоимости продуктов от реализации, да, туда мясо имеет большую стоимость за килограмм произведенной продукции, и, соответственно, удельный вес высокий. Если в целом считать по тонажу, то у нас мощные есть кооперативы по овощам в Каракорском районе. Вот, но нужно отдать должное, Песченокопский район позволил сформировать вот именно здесь мясной кластер. Как вы правильно сказали, это несколько кооперативов, которые стараются выстроить полный цикл, начиная от выращивания, производства кормов, полностью себя обеспечить и завершить конечные реализации до прилавка, до розничного потребителя. Это действительно так. У нас есть мясные кооперативы в Каменском районе, но Песченокопский, конечно, здесь лидирует вне всяких сомнений. Друзья, а есть еще вопросы с кем-то? А сколько в области кооперативов? В области, в зависимости от, ну, из года в год варьируется 70+. Какие-то кооперативы у нас, ну, заканчивают свой жизненный цикл, как правило, это кооперативы, которые образовались в нулевых годах. Ежегодно от 3 до 7-8 кооперативов создается. Особенно в период мероприятий, связанных с нацпроектом. Это вот с 2019 года, когда в 2018 году у нас образовался Центр компетенций. И, конечно же, свой функционал по созданию кооперативов, по, скажем так, логическому доведению тех инициативных групп фермеров, которые хотят образовать кооператив, в доведении их до момента регистрации кооперативов налоги и дальнейшему сопровождению, чтобы кооператив не просто создался, а дальше набирал обороты и продолжал свое существование, Центром компетенций, конечно, здесь существенная роль выполняется. и сопровождение от момента консультации на стадии создания до момента консультации и помощи при получении каких-то средств господдержки. Субтитры создавал DimaTorzok